Русские новости Бедные, да, наше правительство это сделало И еще натащило вот этих гастарбайтеров Ну как это можно терпеть? Как вообще общество переносит это спокойно? Наверное, мы уже отупели совершенно Нам показывают каждый день кровищу, убийство, зверство, подлость, негодяйство Поэтому мы вообще уже перестали воспринимать, что происходит в нашей стране Убивают пять человек И это все такая вот хроника, просто криминальная хроника, больше ничего Мы равнодушно и спокойно к этому относимся Большую реакцию в обществе вызвало убийство Алексея Мозгового 2 и 3 июня в Москве около метро 1905 года Пройдут пикеты 17.30 памяти этого прославленного героя обороны Новороссии К сожалению, и здесь мы видим достаточно низкую активность Да, поболтали в сетях, развесили портреты, опубликовали стихи и разошлись И через месяц уже забудем, у нас будут какие-то другие заботы Такого не должно быть Я думаю, что популярность личности Алексея Мозгового должна стать Взамен, может быть, популярности личности Че Гевары Который к нашему государству не имеет никакого отношения И мировоззрение которого совершенно не совпадает с русским традиционным, национальным А вот мировоззрение Алексея Мозгового во многом, может быть, по большей части Было именно русским и национальным Да, ему приходилось делать реверансы в левую сторону, в сторону красных, в сторону советской власти 7 ноября где-то там выступать Но все-таки он был человеком войны И человеком, который прекрасно понимал, что только русский народ может объединить Россию Восстановить ее величие и могущество А все остальные народы могут жить вместе с русским народом Если, конечно, того захотят Ну, не захотят, могут отправляться куда угодно Но землю им передавать от того, что они не захотели жить с русскими, конечно, никто не должен Но так думали коммунистические деятели, которые раздали нашу страну разным народам, этническим номенклатурам И в результате миллионы русских людей вынуждены были бежать Из Казахстана, из Туркмении, из Таджикистана, из Закавказья В Прибалтике превратились в неграждан, в негров, как их называют И вот этот интернационализм, он, конечно, очень многое загубил Очень многое загубил И результат его мы видим сейчас Потому что власти по-прежнему интернационалисты Или националисты какой-то иной нации, о которой не принято говорить, но только не русской Так вот, Алексей Максговой, конечно, был патриотом русской нации И плотью от плоти русского народа Поэтому мы должны отдать долг памяти его И собрать на вот этих пикетах деньги на издание книги его стихов Его интервью и его автобиографии Такая книга готовится к печати И если мы соберем достаточно денег, то и тираж будет более значительный И более дешевый, более доступный для массового читателя Поэтому приглашаю всех, кто смотрит эти новости 2-3 июня 17.30, около метро 905 года, в Москве Каждый может подойти, пожертвовать какую-то небольшую сумму на издание книги Выразить солидарность с русским воином, павшим от рук наемников, негодяев, убийц Которых заслали, скорее всего, как я понимаю, из Российской Федерации Здесь граница не так фильтруется, как в тех местах, где идут бои Поэтому причастны, конечно, к этому убийству российские власти Я в этом абсолютно не сомневаюсь В некоторых случаях достаточно просто отвести в сторону глаза, чтобы убийство состоялось Вот я думаю, что это тот самый случай Ну а кто конкретно убийца, это уже не имеет особого значения Потому что по миру всегда можно набрать наемников столько, сколько захочется Достаточно много людей, которые не ценят жизнь других ни во сколько И готовы убивать кого угодно Лишь бы им обеспечили какое-то прикрытие, отход и достаточную безопасность Вот эта диверсионная группа, которая проникла на территорию Новороссии И совершила свое черное дело Но мы, конечно, должны искать не эту группу, а заказчиков Заказчики, я думаю, в равной мере распределены Как в украинской администрации, так и в российской И тем и другим выгодно было устранить самостоятельно мыслящего, самодеятельного И талантливого русского офицера и политика Он был политиком, он мог стать политиком Он мог стать президентом страны И это было благо бы для России Но, к сожалению, жизнь устроена иначе Пока мы все разобраны на части Пока мы не составляем единого русского движения Наших героев будут убивать И не будет у нас настоящих лидеров Пока мы сами не сплотимся Нам нужно подтягиваться к единому центру Этот центр мы предложили в качестве русского национального фронта Который проводит вот те самые пикеты, о которых я сказал Недостаточно еще там организаций Там четыре более или менее действующие организации А остальные, так скорее обозначают свое присутствие Скорее похожи на организации Имеют какие-то символы, какую-то публицистику Но практически не имеют людей И не знают, как действовать Не умеют, не могут собрать Не могут собрать людей Но и эти организации должны как-то наполниться людьми И действительно их деятельность была бы интересна для русского народа Была бы полезна И новые организации должны подключиться к русскому национальному фронту Но только не левые и не либералы И конечно же не сторонники власти, которых мы не ждем И они являются нашими политическими врагами Нам с ними и обсуждать нечего И с ними за одним столом сидеть просто стыдно Но и левых, и либералов нам тоже не надо Вот эти все гражданские активисты Которые борются только за интересы своего собственного двора Или за какие-то вопросы, связанные с коммуналкой Но это все не решается, пока не решается вопрос о власти Левые нам тоже абсолютно не нужны Вот все эти поклонники Ленина, Сталина Все, кто ходит с красными флагами Это чужие для нас люди Это люди не русского мировоззрения И в русском национальном фронте такие люди не нужны Мне, к сожалению, приходится постоянно это объяснять Моим союзникам или нашим союзникам Нашей партии Великая Россия Что с левыми нельзя иметь дело Не надо с ними ходить ни на какие мероприятия Не надо присутствовать вообще рядом с ними Потому что достаточно рядом с этими символами появиться И ты уже запачканный Достаточно на фоне флага СССР сняться В прежние времена ради Бога Но сейчас другие времена Теперь флаг СССР это флаг коммунистический Либо это исторический контекст Но мы же занимаемся не реконструкцией истории Мы занимаемся политикой Поэтому на фоне флага СССР Русскому патриоту, русскому националисту Сниматься совершенно невозможно Нельзя Потому что это отпечаток чуждой идеологии С которой нельзя иметь ничего общего Со всем этим марксизмом, ленинизмом, интернационализмом Мировой революцией, классовой войной Мы, русские люди, не должны иметь ничего общего Мы должны объединяться вокруг русских национальных ценностей Вера, нация, держава Вот наши опоры И, конечно, национальная солидарность Не классовая война И не мировая революция А национальная солидарность И суверенитет России Воссоединение, восстановление Мощи, силы российского государства Под водительством русского народа Вот чем мы должны заниматься Ну а теперь к новостям Которые у нас все очень печальные Или совсем плохие И над какими-то событиями можно посмеяться Но в основном это горькая правда О нашей действительности Вот есть такой отряд сторонников Путина Сторонников действующей власти Которую я называю мотохалуи Они-то называют себя байкерами Ночными волками Ну а я бы назвал их жалкими псами Мотохалуями Вот один из лидеров Или точнее главный лидер Этого движения Этих так называемых Ночных волков Решил придраться к спикеру Законодательного собрания Севастополя Почему? Потому что Законодательное собрание Решило не выделять вот этой шайке Землю под Севастополем Которую почему-то вдруг им выписали И мы уже об этом сообщали В русских новостях И вот зачитано было перед законодательным собранием Севастополя Послание Залдостанова Этого вот, который называет себя хирург Через Е, наверное, надо писать эту фамилию И послание было такое Краткое такое Грубое Чалый, тебя хирург вызывает на дуэль На любом информпортале Для любой аудитории Ты там получишь ответ на всю твою ложь И некомпетенцию Некомпетенцию, да Твои мотивы нам до конца неизвестны Но мы в них разберемся Понятно, что решение Чалова Престановить выдачи байкерам Этим вот халуям земельного участка Где они собирались устроить Свой спортивно-патриотический центр Ну, вранье, конечно Никакого там не патриотизма Никакого спорта там быть не может Взволновало, взволновало этого хирурга Через Е В аренду на 10 лет, скорее всего Эту землю они не получат Ну, если, конечно, не включится их хозяин кремлевский Он что-нибудь допридумает Но пока вот не получилось Поэтому этот холустующий хирург Вызывает на дуэль На дуэль идут только с равными А это не равные никому Это просто жалкий шут С которым какие-то дискуссии вести Он на информпортале ответит Про некомпетенцию Разберемся Так страшно, аж прям мурашки по коже Я думаю, что приличный человек Всего этого не испугается И никакой дуэли не будет, конечно И даже не ответит Я надеюсь, что Алексей Чалый Все-таки человек здравый И не будет отвечать на вот это хамское выступление Как выясняется, раньше Так называемые ночные волки Арендовали участок земли Который у них сейчас отнимают У компании Балклавское радиоуправление Имени Горького Принадлежащее украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому Ну, видимо Воссоединение Крыма с Россией Приводит к тому, что кому-то хочется Пограбить территорию Крыма Территорию Севастополя Как будто это захваченный город Захваченный враждебный город И вот на разграбление он должен быть отдан И ночные шавки Пришли для того, чтобы там что-нибудь себе отгрызть Между тем возникло чеченское отделение этих ночных шавок Который возглавил лично Кадыров Торжественная церемония прошла в резиденции главы Чечни в Грозном Все новобранцы приняли присягу После чего лидер клуба Александр Залдостанов Вручил Кадырову и остальным новичкам Жилеты байкеров Какая гадость Просто про это даже В России постоянно проводятся какие-нибудь выборы Ну, все, конечно, готовятся к выборам 16-го и 18-го года Кремль уже начал подготовку Ему неинтересно заниматься хозяйством страны Ему интересно заниматься удержанием власти Поэтому выборы для Кремля самое главное И сейчас председатель ЦИК Владимир Чуров заявил, что Ожидается серьезные усилия по дискредитации избирательной кампании в Госдуму 16-го года Он подчеркнул, что их слоганом должна быть броская фраза о кровавых выборах Кровавые выборы, оказывается, у нас предстоят Сам ли Чуров придумал или ему кто-то там донес или втер мозги, неизвестно Но готовиться они стали так, как будто действительно выборы будут кровавыми Чуров потребовал от правоохранительных органов Начать противодействие этим планам заранее Руководителей избиркомов всех уровней он призвал работать более основательно А в быту быть скромнее Ну, видимо, они настолько нескромные, что даже до Чурова дошло Что руководители избирательных комиссий просто встроились уже в бюрократическую вертикаль И постоянно чего-то требуют им дать, как это принято в этой вертикали То, что уворовано у народа, то распределяется в этом слое Ну и руководителям, и членам избирательных комиссий обязательно что-то должно перепадать Но Чуров предлагает им быть скромнее Полицейское усиление нужно проводить не только в день голосования, считает Чуров Делать это нужно, чтобы предотвратить драку между агрессивными наблюдателями и невыдержанными сторонниками кандидатов Предотвращать эти драки уже сейчас надо И заняться этим должны участковые разбитых носов У нас быть не должно Но, скорее всего, они и будут, коль полиция начинает к этому готовиться Потому что главным источником правонарушения у нас является так называемая полиция общественной безопасности От нее исходит главная угроза жизни, здоровью, чести и достоинства граждан Поэтому, видимо, разбитые носы предполагаются И Чуров уже об этом говорит И выборы действительно, наверное, будут кровавыми Может быть, это будет кровь не только из носа И, наверное, многим придется посидеть в тюрьме Потому что так решил господин Чуров И, видимо, Кремль ему в этом будет страстно помогать А обеспечивать все это безобразие будут те, кто подчинен господину Колокольцеву Человеку, который творит ужасный беспредел в России силами своих подчиненных Еще хуже, чем было при его предшественнике Нургалии Мы-то думали, что Нургалиев такой тупица И у него поэтому ничего не получается Приходит такой интеллектуальный из себя Колокольцев И как-то ситуация изменится Ситуация ухудшилась Русофобия от Колокольцевых лещет куда сильнее, чем от Нургалиева От ставки которого мы добивались и мечтали об этом Ну, состоялась отставка в последние годы От Колокольцева исходит столько русофобии, что, наверное, от 10 Нургалиевых не исходило бы Так вот, чего боятся-то те, кто работает в ЦИК, чего боится Чуров? Дело в том, что вот сейчас в Балтийске, Калининградской области, достаточно крупный город Прошли выборы в районный совет депутатов По предварительным данным системы ГАЗ-выбора, кандидаты от Единой России не смогли получить ни одного депутатского мандата То есть там, где контроль за выборами не осуществляется полицейскими силами Там, где нет подтасовок, или не удается их совершить, или просто как-то позабывают Ну, где-то там Балтийск, где-то там на окраине России, в Калининградской области, которая отмежевана территорией, которая сдана Прибалтом Кто там будет разбираться? Вроде пустячок Вот пустячок Там, где нет прямого давления, там граждане не голосуют за Единую Россию Я приглашаю тех, кто когда-либо пойдет на избирательные участки, внимательно следить, чтобы ни в коем случае не проголосовать ни за Единую Россию, ни за кандидата от Единой России Ни за того, кто скроется, например, за выдвижением от какого-нибудь народного фронта или какой-нибудь общественной организации Но является плотью от плотью этого режима Потому что это люди, которые издеваются над нами, которые грабят нашу страну, которые живут на нас счет Это захребетники, нельзя за них голосовать Ну, вот, видимо, в Балтийске об этом как-то сообразили И поэтому не стали голосовать за Единую Россию И ни одного мандата Единой России не получил Хотя, конечно, половину наверняка там сразу перекупят Потому что как-то там всякие такие людишки, склонные к компромиссам, влезли наверняка в этот районный совет И Единая Россия и местная бюрократия будут их перекупать Но, может быть, попали люди действительно достойные, которые будут противостоять разграблению страны на этом отдельном маленьком участке А что же хотят вот эти Чуровы и вся эта бюрократия? Они хотят полного устранения народа от выборов при сохранении иллюзии, что народ, власть выбирает По закону в региональные избирательные комиссии направляют своих делегатов в партии, представленные в Госдуме или в Заксобрании соответствующего субъекта федерации То есть избирательная комиссия уже оказывается партизированной, по крайней мере, наполовину Она состоит из представителей партии Ну, а все партии, все без исключения, которые зарегистрированы, а тем более те, которые есть в Государственной Думе Это просто филиалы так называемой партии власти, то ли бюрократии, олигархии, оккупационного режима И с какой стати партиям отдана предпочтение Почему граждане, подавляющее число которых ни в каких партиях не состоит и не принадлежит ни к каким партиям Устранены от контроля за подготовкой и за проведением выборов По всему выходит, что реализована схема номенклатуры КПСС – блок коммунистов с беспартийными Теперь в роли КПСС выступает Единая Россия и ее сателлиты Сателлиты – это не только члены других партий, которые тщательно отобраны по тестам на лоятельность к режиму Ну и агенты влияния, в том числе и выдвигаемые от каких-нибудь советов ветеранов и прочих организаций По закону подлости, а у нас теперь все законы такие, до половины состава любого избиркома Могут составлять госслужащие и муниципальные служащие, то есть прямые наемники власти Как действует власть, которая хочет подавить народ? Она постепенно упрощает законодательство для того, чтобы свободно проводить массовые репрессии У нас такая трансформация законодательства тоже происходит достаточно быстро Действует не только 282-280 статья Уголовного кодекса Ну и весь Уголовный кодекс и Административный кодекс тоже очень легко используются для политических репрессий Ну а теперь мы переходим к принципу признания царица доказательств Российские власти хотят сэкономить наследствие Так же, как ранее они уже сэкономили на образовании, науке, медицине и некоторых других сферах жизни И переходят от правовой системы к неправовой в духе преснопамятного сталинского прокурора Вышинского Властвующие держиморды намерены объявить признание царицей доказательств Особый порядок рассмотрения дел это упрощенная процедура, в которой приговор подсадимому выносится за одно заседание Суд не исследует доказательства, собранные следствием, не приглашает свидетелей Обвиняемый, в свою очередь, соглашается со следствием Признает обвинение в том виде, в котором его сформулировал следователь и утвердил прокурор В качестве пряника подсудимому полагается более мягкий приговор, нежели при обычном порядке рассмотрения Не более двух третей предусмотренного по инкриминируемой статье максимального срока То есть вас запрессовали в камере, а это у нас сейчас практика постоянная, обычная В отношении политзаключенных то же самое С Георгием Боровиковым это произошло, когда его подсадили к дагестанцам И сейчас он подвергается ужасному прессингу вот этой черноты, как ее принято называть в народе Для того, чтобы поощрить эту практику, правительство предлагает увеличить количество статей, по которым будут рассматриваться дела в особом порядке И правительство предлагает распространить разработанный законопроект на подозреваемых, которым в случае обвинительного вердикта грозит до 15 лет Ну то есть практически вся уголовка В настоящее время потолок для упрощенного рассмотрения составляет 10 лет То есть уже действует, уже действует эта статья в духе Вышинского Таким образом открывается путь к террористическим методам ведения уголовных дел, которые и так уже неформально используются Теперь они будут продолжением логики законодательства В культурной жизни нам тоже морочат голову и подсовывают нам псевдоценности вместо русских национальных ценностей Вот теперь у нас за русского поэта выдают господина Бродского, который умер уже почти 20 лет назад Теперь отмечают какой-то его полукруглый юбилей, я даже не интересуюсь какой юбилей Считают его русским поэтом, хотя он сбежал из России, ненавидел Россию во всех ее отношениях И стал Нобелевским лауреатом как диссидент Не потому что он талантливый поэт Ну конечно он поэт, и у него стихи не графоманские, есть вполне приличные Ну во-первых он англоязычный поэт, и большую часть стихов, которые известны в мире, он написал на английском языке, а не на русском То есть это не русский поэт На русском языке у него тоже есть стихи, можно было в начале 90-х годов купить эти томики Сейчас конечно никто не помнит этого Бродского, кому он нужен Вся эта диссидентщина, она уже пролезла во власть и там растворилась Ну вот те, кто как раз пролез, они и стараются, чтобы мы отмечали не юбилеи наших русских поэтов, а вот такого Бродского Представитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что поддерживает идею появления в Москве улицы Бродского Уверен, что это возможно, конечно поддержим это предложение Вот так высказываются представители московских властей А вот интересно, если московским властям предложить назвать улицу именем Алексея Мозгового, как они ответят? Они либо не ответят, либо скажут, ну это такой сомнительный персонаж, может быть даже назовут его наемником или еще какую-нибудь гадость скажут А вот Бродский, крайне посредственный поэт, который ненавидел Россию и предпочитал делать неприличные жесты в адрес кораблей, которые приходили тогда куда-то в Италию, где он жил под советским флагом Вот этому человеку даже улицу можно посвятить Ну какая же подлость и наглость у этих людей, которые в Москве считают, что они могут распоряжаться, как им вздумается Куда ни глянешь, всюду Бродский, как будто Нобелевская премия по литературе превращает заурядного поэта в великого Как будто статус великого превращает картавого и слезоточивого интеллигента в титана, а его банальности в кладезь мудрости Я пробовал читать на рубеже 80-х и 90-х годов Бродского ничего запоминающегося, ну какое-нибудь занудство такое в духе Был такой тоже английский поэт Джон Дон, и вот, видимо, какие-то большие впечатления от его поэзии Бродский получил И он пишет, спит Джон Дон, и ему там снятся мосты, снятся еще чего-то И все это вариации на тему рыбки уснули в пруду, птички уснули в саду Поток, просто поток нытья, вот и все Или письмо римскому другу, которое цитируют в самой приличной его части Что лучше жить в провинции у моря, коль пришлось в империи родиться Все, а в общем-то похабщина, полная похабщина, кто читал стихотворение Вот единственная приличная строчка, тоже для диссидентов, которые живут в столице, искулят, что лучше жить в провинции у моря, как вот Вергилия сослали Ну, клевета на Вергилия дополнительно в этом стихотворении Ну и все, в общем, в подобном же роде Интеллигентское нытье, ничего национального, ничего российского, даже российского, я не говорю уже русского В Бродском нет, но нам его навязывают в качестве героя Наверное, вот вместе с Олженицыным начнут его проходить в школе, будут издавать какие-нибудь там полные собрания сочинений И впихивать нам в мозги антиценности, то есть то, что разрушает русский интеллект Я стараюсь всем говорить о том, что надо все-таки уважать, читать русских литераторов, русских поэтов Которых и в мире-то ценят Кто такой Бродский? Я думаю, что в мире еще меньше знают, кто такой Бродский У нас только вот эта диссидентская публика, либерасты и чиновники, которые склонны их поддерживать, знают это имя Ну выдворили его из СССР, ну не дали встретиться с родителями до смерти Так ведь это не особенно трагическая судьба, и по тем временам, и по этим-то тем более Вполне обычная и даже весьма успешная Бродский жил где хотел, ездил куда хотел По политическим мотивам был прославлен Он был на дружеской ноге с десятком американских сенаторов, а также с госсекретарем Киссингером С какой же стати считать, что его судьба трагична? Да вовсе не трагична С какой стати считать, что весьма мелкие неурядицы в его судьбе Это основание для того, чтобы ставить его рядом с Пушкиным А ведь такой бред несут прямо на телеканале «Культура» Я думаю, что для оценки Бродского не надо как-то особенно разбираться в поэзии Ну если кому-то хочется, пусть прочтет несколько стихотворений в интернете, найдет Достаточно понимать и чувствовать поэзию А разбираются пусть литераторы или литературоведы Они правда тоже обычно из этой же среды Поэтому нам читать литературоведческие работы стоит только если это действительно достойный человек Если это человек, доказавший свою русскость в том, что он пишет И не только по поводу литературы Кроме убийства русских людей этим варваром-узбеком Который зарезал трех детей и двух взрослых Состоялось еще одно ужасное убийство Необычный поворот получил расследование гибели чемпиона мира по карате Антона Кривошеева Тело 25-летнего спортсмена нашли в мусорном пакете на окраине Новосибирска За несколько дней до этого полицейские наткнулись на его автомобиль Брошенный возле одного из супермаркетов Следователи рассматривали несколько версий убийства Основная месть конкурентов по бизнесу Но истина оказалась более прозаичной А причина убийства казалась бы настолько мелкая Что становится страшнее вдвойне Убийца с инородческой внешностью Какой-то рабо-семитской Объясняется Я хорошо сделал ему бампер А он такой придирчивый Я с него 5000 рублей взял А он поставил меня на счетчик Накатал штраф 25 тысяч Сказал, что если сегодня не отдам Завтра будет 35 и так далее Закадык меня схватил, начал бить У меня было при себе всего 12 тысяч Я говорю, пойду за деньгами Пошел и взял пистолет Мне его 20 лет назад друг подарил И вот он пригодился Все это очень похоже на вранье 66-летний слабовидящий слесарь Семитской внешности Сначала сломал нос чемпиону Судмедэксперты показали, что действительно перелом был Изрештили пулями пять дырок в теле у чемпиона И еще умело отогнал машину И незаметно вывез тело на окраину Сто процентное вранье Сто процентное вранье Конечно, этот ублюдок поучаствовал в убийстве русского парня Но, видимо, там были и другие Он был не один Ему, видимо, кто-то очень настойчиво посоветовал Взять убийство на себя полностью Нас всех ждет вот такая участь Мешок на помойке Если русские не сплотятся И не погонят всю эту шваль со своей земли Криминальный беспредел продолжается в России повсюду Был такое определение Ростова-на-Дону Ростов-папа Ну, а мама-то кто? Ну, а мама у нас в Кремле Мама российской мафии Или, точнее, не российской Там, конечно, ни от российского, ни от русского ничего нет Новую информацию по поводу Ростова-папы Опубликовал сливной бачок спецслужб Александр Хинштейн Это такой слезливый материал о безобразиях в полиции Ростовской области Точнее, в ГАИ Он опубликовал все это, чтобы отвести глаза От родителей всего этого беспредела О котором наверняка прекрасно было известно И в Кремле, и в руководстве области И в руководстве МВД Также включая структуры Не только всей правоохранительной системы Но и ФСБ Кстати, служба ФСБ довольно странно выглядит Она по своему морально-нравственному состоянию Ничем не отличается от полиции И от полиции общественной безопасности Или ГАИ Но о преступлениях в этой сфере, в этой службе Никто не говорит Они наверняка есть Но покрываются традиционно Для того, чтобы это было такое государство в государстве И в властвующей группировке Всегда можно было бы опереться На вот эту криминальную систему Которая теперь называется ФСБ И в одних случаях, конечно, приносит пользу Потому что грызет МВД В традиционной конкуренции между этими структурами Но, с другой стороны, крушует бизнес Выкачивает из него деньги Занимается разными незаконными деяниями В том числе, я думаю, есть и причастность к убийствам Вот типа убийства Алексея Мозгового Вполне может быть Но войти в эту структуру И хотя бы чуть-чуть ее проконтролировать Хотя бы узнать минимальную информацию Которая не составляет никакой государственной тайны Невозможно Я в свое время, в бытность с депутатом Пробовал хоть что-то узнать О работе этой структуры Например, на каких основаниях Какими документами руководствуется ФСБ В деятельности во время войны в Чечне Никакой информации я получить не смог Сколько бы я не добивался Меня отправляли в Совет Безопасности В правительство, куда угодно Но никаких документов ФСБ не сдало Вот так О том, что у нас слил средства массовой информации Хинштейн В общем-то человек кремлевский И надо понимать Вот эту поправку делать Все его эти слезливые материалы Все его разоблачения Они, конечно, делаются При сотрудничестве с Кремлевской администрацией 25 марта прошлого года На полковника Моргачева Начальника Ростовской УГИБДД Было совершено жестокое покушение Преступники подкараулили его рано утром на личной клетке Когда полицейский входил на работу Били, как он утверждает, кувалдой По дороге в больницу Моргачев потерял больше трех литров крови Неделю он находился в коме Пережил несколько десятков операций Врачи буквально собирали ему лицо по частям Уже через две с половиной недели Нападавшие были задержаны Все они оказались дагестанцами из Астрахани Ну, а кто же еще у нас выполняет такую грязную работу Которые были наняты специально для избиения Моргачева Вместе с ним был взят и заказчик 30-летний стажер Ростовского ГИБДД Артур Шахбазаян За то, чтобы искалить своего начальника Он заплатил исполнителям полмиллиона рублей Действовал он по указанию замначальника у ГИБДД Ну, так якобы установило следствие У ГИБДД Ростовской области Александра Ацимика, который тоже был задержан Заказать своего начальника Ацимик решил, надеясь освободить для себя его место А также удержать в руках коррупционную сеть Ни один водитель не мог проехать по области без взяток Описывает доставшееся ему наследство Сергей Моргачев На каждом посту стоял сейф с общаком Туда складывали выручку, а потом отдавали по инстанциям На трассы выходили уволенные сотрудники в форме Потоком шел транзит левого спирта, водки, нефтепродуктов Отдельная тема продажа красивых номеров Работало 16 коммерческих пунктов регистрации автомобилей 5 частных центров по сдаче на права Куда незаконно откомандировались сотрудники Продажу должностей поставили на поток За устройство в ГАИ их ввели твердую таксу 200 тысяч рублей Я думаю, что это повсюду по стране Это в Ростовской области просто внутренний конфликт внутри ГИБДД Привел вот к таким последствиям, кто-то еще там вмешался Просто это был передел сферы влияния Назначили нового начальника Он как-то попытался подмять эту систему Система попыталась его оттереть, не получилось Тогда решили убить Я думаю, что это сплошь и рядом Может быть, ближе к центру какие-то другие отношения Там больше коммерции, больше деньги решают А 200 тысяч за место в ГАИ Это, я думаю, что ближе к Москве и подороже стоит Как официально установлено уже в ходе следствия Начальник второго отдела ООО ГИБДД Межрайонный экзаменационный отдел Владислав Матвиенко Передавал, например, оцимику через Шахбазаяна Около полумиллиона рублей еженедельно Его подчиненный, госинспектор Евгений Черепанов По 300-400 тысяч Такса командира 1-го отдельного батальона ДПС Подполковника Савиленко Разнилась в зависимости от урожая Попеременно он сдавал в общак От половины до полутора миллионов рублей Можно себе представить, какие потоки И сколько наши граждане отдают Вот этим мародерам Которые решили поживиться В умирающей стране И в умирающем народе Сколько мы сдаем, сколько мы должны унижаться Перед вот этой сволочью в погонах Конечно, нужна какая-то глобальная реформа Ну вот, все это безобразие так и продолжалось В июне 2014 года Шахбазаян был схвачен сотрудниками ФСБ С поличным при получении миллиона рублей От инспектора МО старшего лейтената Черепанова Деньги передавались в лучших шпионских традициях На ходу во время прогулки Конвоировавший Шахбазаяна ОМОНовец Явно находился с ним в сговоре Ну, то есть, уже полный беспредел Уже вся эта коррупция Проникла и в тюрьмы И вот этот уголовник, этот выродок Который был встроен в эту систему грабежа Даже в тюрьме осуществлял свои функции Передачи денег После всего описанного Никто из руководителей ростовского ГОМВД Никакой ответственности не понес Генерал Ларионов не получил даже выговор Почему? Потому что подобное творится повсюду И не только в ГИК БДД Где воровство поставлено на поток Можно брать в кандалы любого Не ошибешься Требуется масштабная реформа полиции Прекращение ее произвола Устроению возможности грабить людей Своеобразные эскадроны должны быть не агентурой ФСБ А открыто действующим карательным органом народа Который расправляется с полицаями всюду Где находят признаки воровства и беззакония Граждане должны выбирать своих участковых Выбирать И не обязательно тех, кто окончил школу МВД Как обычно получается Те, кто проходят вот эту школу безнравственности Кто уже послужил там где-то, постоял Помахал полосатой палочкой Или где-то там поучаствовал в захватах Он уже ощущает безнаказанность И когда его назначают участковые То его не интересует Что происходит на том участке, где он работает Его интересует что-то совершенно другое Может быть вот В связи с подобным шахбазаяном Или там С вот этими дагестанскими бандитами Вот это может быть его интересует Поборы там с каких-нибудь лавок, магазинов Которые вокруг находятся Во власти должны быть организованы Такие структуры Которые бы всю эту нечистоту Выявляли бы и устраняли Но ничего подобного нет Есть все эти службы собственной безопасности Там еще как-то они называются Конкуренция между силовиками Но это приводит только к одному К переключению финансовых потоков Больше ни к чему То есть вор вора шапку украл Вот принцип работы правоохранительной системы в России Она вся должна быть перестроена Но это произойдет только в том случае Если будет установлена русская национальная власть Если у руля государства Будут по-настоящему русские люди Патриоты своей страны А пока полиция это место для маньяков Так, министр колокольцев Инспектор конвойной службы УВД Западного округа Москвы Михаил Дроник Не вышел на работу И коллеги забили тревогу Они приехали к нему домой На Октябрьский проспект Выломали дверь И оцепенели от ужаса Дроник убил и расчленил соседей Семью Савеловых 42-летнюю Юлию 43-летнего Вячеслава И их 6-летнего сына Никиту У всех трупов были отрезаны головы Детскую голову он мудрился запихнуть в трехлитровую банку Тела жертв Дроник распилил ножовкой На довольно мелкие части И положил на скатерть Везде все в том же духе В Москве сотрудники Главного управления Собственной безопасности МВД России Задержали оперуполновоченного ГОЯБИПК Непонятно это что МВД России За получение взятки 500 тысяч рублей Сотрудник полиции под надуманным предлогом Вымогал у коммерсанта деньги За прекращение проведения в отношении него Проверочных мероприятий А в Калужской области возбуждено уголовное дело В отношении группы сотрудников прокуратуры Задержанных в ходе спецоперации Санкционированной областным прокурором Заместитель прокурора Обнинска Максим Курносов И помощник прокурора Обнинска Залим Шагенов Подозреваются в совершении преступления По части 3.159 статьи Мошенничество совершенной группой лиц По предварительному сговору С использованием своего служебного положения Руководителю одной из местных компаний Было предложено за вознаграждение Способствовать освобождению Его от уголовной ответственности За невыплату зарплаты В действительности каких-либо мер По освобождению гендиректора От уголовного преследования Курносов предпринимать не собирался За свои услуги Сотрудники прокуратуры Потребовали от бизнесмена 200 тысяч рублей Передача денег произошла Под контролем оперативников регионального УФСБ Которые согласовали Это мероприятие с прокурором области Вот так происходит по всей стране Воры у нас не только сидят в МВД, ФСБ и других силовых структурах Но и вся система настроена на воровство Как пишут очевидцы Офис, так сказать, нашего родного Сбербанка В центре Праги Предлагает кредит по неотложным нуждам Под 6,99% На строительство под 2,26% И вопрос Это пишут очевидцы Очевидец спрашивает Я патриот своей родины Но это как нас надо любить Чтобы наши деньги брать и давать Нам как минимум под 18% А всему миру Якобы против которого мы ввели санкции По 2,26% Видимо за такие заслуги Германа Грефа переизбрали Главой Сбербанка до 2019 года А кто переизбрал? 50% плюс 1 акция Принадлежат Центральному банку Российской Федерации То есть филиалу Американской резервной системы Мировой олигархии Несите ваши денежки Как в детской сказке И никаких реформ Греф так объявил Все реформы опасны И не надо ничего реформировать Ничего не надо реформировать Так удобно живется Герману Грефу И всей шайке воров Которая владеет Сбербанком России Посмотрим на новый наблюдательный совет Сбербанка В него вошли министр финансов России Антон Силуанов И экс-министр финансов Алексей Кудрин То есть налицо полный альянс власти И либералистической оппозиции И пусть нам голову не морочат Что все эти болотные бури Не были согласованы с Кремлем Были конечно Была спецоперация По подавлению вообще протестных движений По подавлению протестных настроений Специально вывели для того Чтобы завести в тупик А так рука руку моет Кудрин, Силуанов, Герман Греф Все заодно И то что Сбербанк под низкие проценты Предоставляет кредиты за рубежом Это под высокие в России Это не удивительно Потому что к этому причастны Бывший министр финансов Кудрин И действующий министр финансов Силуанов Налицо плотный альянс власти И либералистическая оппозиция Как я уже сказал Туда же попали зампреды Туда же в наблюдательный совет Попали зампреды ЦБ Пара иностранцев Известный либераст Которому отдана Российская Академия Народного Хозяйства Некий Владимир Мау Такой вот ельцинист и либераст Ректор Всероссийской Академии Внешнеторговым и Минкомразвития Сергей Синельников-Мурылев Хороший фамилий Ну для этих людей судей нет И только народный суд Настоящий народный суд Может осудить их за измену родине За предательство За лишение страны Тех средств, которые они изымают из карманов граждан И раздают, как выясняется, за рубежом А для нас есть судьи Кто является судьями? С судьями та же история, что с полицейскими И с финансистами Без масштабной судебной реформы Мы все будем только жертвами Этой безжалостной машины Ставшей разветвленной преступной группировкой Путин повысил судью Вынесшего мягкий приговор за ДТП Для дочери иркутской чиновницы Подписал указ о назначении Судей Кировского районного суда Иркутска Владимира Жданова Судей Иркутского областного суда Именно он вел скандальное дело Дочери иркутской чиновницы Анны Шевенковой Которая в 2009 году сбила на тротуаре двух сестер Одна из них скончалась, а другая осталась инвалидом В марте 2011 года Жданов приговорил Шевенкову К 2,5 годам колонии-поселения С отсрочкой на 13 лет А 25 мая Шевенкова Была амнистирована по случаю 70-летия победы Таким образом Виновная в смертельном ДТП Ни дня не провела за решеткой Вот такие у нас судьи Нужны нам они? Нет Значит судебная реформа требуется Каким образом? Чтобы судили граждане А не вот эти так называемые юристы Которые непонятно чему учатся Их чему-то учат Ну наверное учат лжи и фальши Вот чем они и занимаются Оправдывают убийцу И занимают в дальнейшем Более высокие должности Скорее всего именно за это То же самое и с политическими преследованиями Когда дело 23-23 административных фальшивых протокола Были превращены в 23 судебных решения Мировым судьей То эту дамочку Юную такую, но уже лживую Повысили до федерального судьи И поручили введение дела Навального Громкое дело И совершенно бесстыдный судья Я, честно говоря, фамилию ее позабыл Варье в стране распространено от Москвы До самых до окраин И на окраинах Самое жестокое и циничное вранье Ну а в Москве еще больше В отношении главы Департамента природопользования Москвы Антона Кубальчевского Ведется доследственная проверка В связи с превышением полномочий И возможными коррупционными действиями Глава Департамента незаконно зачел налоговые средства Полученные от московского нефтеперерабатывающего завода В качестве расходов на благоустройство города Речь идет о почти 1,4 миллиарда рублей Изначально уплаченных московским НПЗ В федеральный городской и муниципальный бюджеты В качестве оплаты за негативное воздействие На окружающую среду Средства, поступившие в бюджет Москвы И в бюджет муниципального округа Капотня Решением главы Департамента природопользования Кубальчевского Были возвращены заводу Вот так вот Можно полтора почти миллиарда рублей Просто вернуть Я думаю, что там к рукам Кубальчевского Тоже немало прилипло Поэтому против него и завели Эту доследственную проверку А положено было бы, конечно, посадить сразу А потом уже разбираться А вот еще одна форма воровства С 1 июля 2015 года В Москве введен добровольно-принудительный взнос Как бы за капитальный ремонт Как бы за капитальный, как бы за ремонт Как бы для общего блага И как бы для обновления общего имущества Многоквартирных домов Размер взноса 15 рублей с квадратного метра Общей площади квартиры, помещения С целью принуждения к оплате Оброк будет включен в общий счет Единого платежного документа Поэтому не отвертитесь Но имущество, за исключением квартир Подлежащее приватизации земельные участки Дома не было передано новым собственникам И не зарегистрировано за ними Тогда мы должны платить Если собираются средства на капитальный ремонт всего дома А владеем мы только своими квартирами Да и то скорее тем объемом воздуха Который в них находится Не более того Саботаж органов регистрации города Москвы По оформлению общей долевой собственности Привел на сегодняшний день К осложнениям и полной невозможности Введения обязательной оплаты За капитальный ремонт общего имущества дома Но это их вряд ли остановит Почему же они этого не сделали? Потому что столичная бюрократия Паразитирует на этой собственности А смена формы паразитизма на налоговую затруднена А также создает паразитам проблемы Потому что придется складывать этот налог в бюджет А не в свой собственный карман И собственники могут отнять У них различные арендные платежи Поступающие в карман чиновникам По неформальным каналам Проще говоря в вашем доме Есть нежилые помещения Они сдаются в аренду По совершенно смехотворной цене А напрямую в карман чиновника Поступают криминальные платежи А вы как собственники дома Во-первых, вы не собственники дома Но как потенциальные собственники Не получаете ничего С вас только берут Берут коммунальные платежи Которые по непонятным тарифам рассчитываются И объемы, которые вы потребляете Тоже точно установить невозможно Например, то, что называется квартплатой Это непонятно что Непонятно как формируется Сколько вы тратите воды Вы не знаете, если у вас не стоит счетчик А даже если вы знаете и счетчик стоит Вам могут все равно прислать По постановлению Москвы Требование заплатить Вот как со мной получилось Вместо суммы, которая требуется За потребление 10 кубометров воды Сумму, которая требуется За потребление 45 кубометров Я реально потребляю 10 А платить должен за 45 Потому что такое постановление Москвы Мне так объявили У нас такие есть информационные центры Многофункциональные информационные центры Которые якобы улучшили работу Коммунальных структур и государственной системы Да ничего подобного Такая же система издевательств над гражданами Как была, так и есть Взяли, решили и пересчитали за год То, что было по счетчику Нашли причину И пересчитали, чтобы Мы выплачивали не по счетчику И просто увеличили явочным порядком В 4,5 раза Вот такой у нас тариф Вот так они сказали У нас такое постановление Москвы Мы требуем от вас вот такой платы Больше ничего Так что они задумали Просто обложить граждан новым налогом Но аренду оставить за собой Граждане вместо собственности Получат только право платить за нее А что собственность собирались ремонтировать За наш с вами счет Согласно данным Росстата Сведений о состоянии жилищного фонда Просто нет Первичный учет жилищного фонда отсутствует И нет субъекта, который бы нес за это ответственность Ни один из госорганов На федеральном, муниципальном, региональном уровне Не обладает полонтой информации По первичному учету жилья Нет учета ветхого и аварийного жилья Инструментальная оценка износа домов Не проводилась более 20 лет Вся 30-летняя программа Того, что называется хаб-ремонт Является полной профанацией Основана на ложных сведениях МОЗ-жилинспекции И ее аффилированных структур Как можно, не имея знаний Назначить ремонт Да еще и ввести тариф Можно, если хочется украсть В Москве действует Разветвленная система воровства И в нее вписана Система прокуратуры Куда я лично обращался Неоднократно по поводу Нарушений закона В жилищно-коммунальном хозяйстве По поводу воровства По поводу фальсификации Объемов предоставляемых услуг Никакой реакции От прокуратуры Кроме отписок Я не получал В очередной раз обратился По безобразному ремонту Которые какие-то гастарбайтеры проводили С руками, которые растут Не из той части тела Как у обычных людей Тоже было воровство Тоже наняли каких-то левых людей Без квалификации Сделали поганый ремонт Целую комиссию Прислали в конце концов Год я добивался Прислали комиссию Сказали, что все нормально Все отлично Вот эти кривые перила Ничего, хорошо Они покрашены в разный цвет Ну, подумаешь Оттенок-то один и тот же Кривая плитка на половине лежит Которую спотыкаешься Ну, она же функционально действует Она же присутствует Все И комиссия так вот решила Все О чем можно говорить Если даже целая комиссия С шести человек пришла И сказала Да нет, все нормально И лифт нормальный В лифт детская коляска не влезает Ну, а что поделать Вот такой лифт мы вам поставили Мы должны были другой поставить Никого не волнует результат Всех волнует только отчетность Галочку поставили Деньги положили себе в карман Премии получили Раздали аффилированным структурам Заказы, которые выполняются Значительно дешевле, чем учитываются И все шито-крыто Вот так действует Московская власть Так действует господин Собянин Хуже стало Я уж думал, что Лужков Патентованный вор Ну, оказывается Собянинское воровство Оно еще круче оказалось Собянин просто оказался Инструментом в этой воровской деятельности Ну, а высшие воры Они цинично выставляют Своё богатство У ворованной у страны На показ Это тупица Прохоров Которую почему-то считают интеллектуалом Потому что, может быть, у него рост Такой-то за два метра Или под два метра И лицо такое утонченное Носик такой тоненький Худенькое Лицо не неряха Как у какого-нибудь захребетника Который сидит в чиновничьем кресле А это вот такой олигарх Откуда взялся олигарх С многими миллиардами долларов Где он их добыл? В поте лица работал? Чем он прославился? Какие-то технические решения Изобретения? Какой-то завод построил? Ничего нет И вот получается, что Этот человек выставляет себя на показ На Сейшельских островах Проводит какую-то шикарную вечеринку И об этом пишут Те, кто считает, что это всё светская жизнь Это жизнь воров Больше ничего Никакой там светской жизни Ничего светского там нет Ничего аристократического Ничего утонченного Просто воры Когда рассказывают О жизни Михаила Прохорова То это Жизнь развратника И больше ничего Этот человек Не умеет Ни управлять производством Ни заниматься политиком Попробовал тут политикой заниматься Так у него Мелкие воры Просто украли его партию Которую он сам создал Профинансировал Ну, конечно, из наших с вами денег Профинансировал Из украденных Вот так ему и надо В общем, не жалко Но это просто Человек, который не имеет Ни интеллекта, ни совести Но зато его представляют Как бизнесмена Такого крупного человека На которого можно рассчитывать И даже можно Что-нибудь у него попросить Вот все эти Продеспитуирующие Светские лица Они просят у него Чего-нибудь И он им дает В обмен на На полуековой юбилей Экс-лидер партии Гражданская платформа В элитном коттеджном Поселке Сколково Пригласил около 150 человек Родных и друзей На свое 50-летие Он решил устроить Приглашенным Экскурсию по своей жизни Пятиэтажная хрущевка Искусно возведенная На территории Его поместья Олицетворяла Родной дом В котором родился И жил Прохоров Из которого началась Его грандиозная Карьера вора У подъезда Здание Была припаркована Бежевая копейка Первая машина Миллиардера Украшениями интерьера Служили Экспонаты Из прошлого Метровая банка Сгущенки Статуя пионера И огромный жираф Импровизированный плод С надписью Дети капитана Гранта Детская игрушка Юла Старый фотоаппарат И советский телевизор Общее оформление праздника Обошлось миллиардеру Согласно смете празднования В 90 миллионов рублей Чтобы на юбилее Выступила всякая популярная Шваль Местная и иностранная Олигарх потратил Еще 25 миллионов рублей И на жратву 4 миллиона рублей Пустяки Откуда берутся такие люди? Можно сказать Что об этом нам рассказал Владимир Путин В ходе своего выступления На бизнес-форуме Деловая Россия Он заявил Что деньги перестают Иметь значение После того Как заработал миллиард Ну видно ему Виднее Он когда-то тоже Свой миллиард заработал Правда скрыл это Для некоторых Это выгодно скрывать Мы далеко не всех Миллиардеров знаем В какой-то момент Деньги перестают Иметь значение Так он считает Заработал миллион Ну потом миллиард А дальше что? Вот так задается вопросом Владимир Путин Заработал миллиард Ну а дальше что? Как происходит воровство? Вот оно как поставлено На государственном уровне В феврале 2000 года 1 киловатт электроэнергии Стоил 14 копеек В марте после выборов Путина Тогда же в 2000 году Уже 35 копеек То есть более чем в 2 раза Раз и электроэнергия подорожала А потом каждый год Наблюдался плановый рост И теперь по Москве 1 киловатт стоит 4 рубля 68 копеек Рост в 33 раза Мы с тех пор стали Получать зарплату В 33 раза больше А ведь подорожало все И не меньше чем В 33 раза Может быть даже больше Может быть электроэнергия Не так сильно дорожала Как все остальное И теперь правила для бюрократов Такие что вы Борзыми щенками Больше брать не сможете Об этом тоже позаботился Владимир Путин Нам всем намек Что отблагодарить начальство Теперь по дешевке не получится Только деньгами Путин подписал распоряжение Обяжущие федеральных чиновников И губернаторов Трехдневный срок Сдавать в казну Для дальнейшей реализации Все полученные При исполнении служебных обязанностей Подарки Распоряжение распространяется На секретаря совбеза Руководители федеральных органов И исполнительной власти Руководство Деятельностью которых Осуществляет президент Уполномоченного При президенте По защите прав предпринимателей Высших должностных лиц Субъектов Это означает Что и остальные начальники Аналогичные Распоряжения выпустят Здесь Путин Распространил Это положение Только на своих вассалов Ну а вассалы вассалов Видимо по аналогии Сделают нечто подобное При желании Подарок можно будет Выкупить в течение Двух месяцев С момента сдачи Но если заявление Об этом не поступит То его можно будет Использовать Для обеспечения деятельности Администрации президента Управления делами президента И других структур Видимо тоже на подарки Награды То есть то же самое Поступит тем же чиновникам Но другим путем И распоряжаться Всеми этими богатствами Которые в виде подарков Поступают чиновникам Ну то есть в виде взяток Можно будет Уже из единого центра Президент будет сам Распределять кому Вот это золотое украшение Или вот эти Часы из красного дерева Или еще что-нибудь Там набор мебели Или может быть Кому-то кусок земли Подарят Президент сам будет Это все распределять Между своими Вассалами Между своими хвалыями Оставить себе Состоящие на государственной службе Смогут только Канцелярские принадлежности Предоставленные При проведении мероприятий Цветы А также ценные подарки Врученные им В качестве поощрения Ну этим и будет Заниматься Путин А нам всем Предписано сдохнуть Мы за полгода От ОРЗ Пневмонии и осложнений Связанных с Этими заболеваниями Потеряли 70 тысяч человек Заявил вице-премьер Ольга Голодец 26 мая Во время онлайн конференции Она попыталась Свалить все На неправильную вакцину Предложенную Мирной организацией Здравоохранения Но глава Роспотребнадзора Анна Попова Заявила что Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом В России В период Текущей сезонной эпидемии Не превысил Показателей Двух предыдущих лет То есть Аномального распространения Заразы Не происходило Поэтому Вакцина Тут не при чем Удельный вес Привитых Среди заболевших Гриппом С лабораторно Подтвержденным Диагнозом Всего 8% Это низкий показатель Демонстрирующий Что вакцина Работает Дело тут в другом Услуживая статистики Которую корректируют В угоду Высшим чинам Делающим Перед народом Хорошую мину При плохой игре Дело все в том Что три года назад Путин дал поручение Снизить смертность По сердечно-сосудистым Заболеваниям До 6049 Запятая Четыре десятых Случая на Сто тысяч Населения Вот такая Очень точная Цифра Так он выверил ее Наверное Кто-нибудь Из так называемых Экспертов Написал на бумажке А он ее прочел По данным Росстата Она была В 2010 году 805 Случаев на Сто тысяч Как было заявлено В апреле этого года На коллегии Минздрава Смертность От сердечно-сосудистых Соболеваний В 2014 году Составляла 653 На 100 тысяч Населения В 2013 году 698 В 2012 году 737 В 2011 году 753 То есть Затратив Многие миллиарды На борьбу Медицинские бюрократы Отчитались об успехах А народ Мрет Как умирал и раньше И мы сдохнем Все под этой властью Если не приведем К рычагам управления Государством Элементарно честных И образованных людей Которые будут работать В интересах Страны и народа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok